МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, как всегда, в этой части программы у нас уже третий раз мы собираемся втроём за этим столом, только у нас на левом фланге всё время меняется левый край не нападающий. У нас всегда, так сказать, гость программы, гвоздь, извините, оговорка по Фрейду. Гость программы, он же гвоздь программы. Вы помните, в первый раз у нас был министр иностранных дел, потом бывший премьер-министр Арсений Яценюк, а сегодня мы ждём здесь в студии, на мой взгляд, одного из самых ярких государственных деятелей и, скажем так, топ-менеджеров Украины нашего времени, Юрия Витренко, главу Нафтогаза Украины. Кто не помнит про Юрия Витренко, мы сейчас вам всё напомним. Юрий Витренко, 44 года, украинский экономист и государственный деятель. Начинал свою карьеру в частных инвестиционных компаниях в нулевых, присоединился к команде Нафтогаза. С тех пор он проработал там на разных должностях более 10 лет. Иногда уходил работать в частный бизнес, потом снова возвращался в компанию. В 2014 году стал одним из её главных руководителей. В должности исполнительного директора Витренко, в частности, отвечал за судебные тяжбы с российским «Газпромом». Под его руководством команда юристов выиграла в международном арбитраже крупнейший иск против «Газпрома» на сумму 3 миллиарда долларов. А Витренко ещё и добился того, чтобы Россия заплатила такие эти деньги. Впрочем, в июле 2020-го Витренко был вынужден покинуть Нафтогаз. Отраслевые эксперты предполагали, что причиной этого стал конфликт Витренко с его соратником, главой правления Нафтогаза Андреем Коболевым. Через несколько месяцев, в декабре 2020-го, Витренко был назначен исполняющим обязанности министра энергетики Украины. Полноценно занять эту должность ему не удалось. В парламенте дважды не хватало голосов для его назначения. В апреле этого года Витренко снова вернулся в Нафтогаз, но уже главой правления компании. Ну что, господа, вы чего ждёте от этого разговора? Мне, например, Витренко интересен тем, что этот человек в своё время, в декабре уже позапрошлого года, оказался в ситуации, когда ему пришлось лицом к лицу спорить с Владимиром Путином, и, по сути дела, он его переспорил. Помните, была встреча нормандской четвёрки в Париже, и затем была встреча двух делегаций, российской и украинской, один на один. Возник вопрос о газовых разногласиях с Россией. Ну и, как свидетельствуют очевидцы, президент наш Владимир Александрович Зеленский глазами показал Юрию Юрьевичу Витренко, что требуется его вмешательство, помощь и поддержка. Ну и, по-моему, там минут 25-30 почти что на высоких тонах шёл спор, который закончился тем, что Путин сказал, ладно, нам надо идти на обед. Вот как это было, мне интересно. Мне Витренко интересен, знаете, почему? Потому что можно с ним соглашаться, не соглашаться в чём-то, но он, безусловно, один из ярчайших представителей профессиональной элиты украинской. То есть он суперпрофессионал. Да, безусловно. Да, давайте послушаем. Мне очень интересно, каково это, в принципе, время от времени быть на постах, которые заведомо не будут нравиться украинцам, говорить вещи, которые заведомо не будут нравиться украинцам, говорить о подорожании газа, обречённым говорить вещи, которые будут, скажем так, всегда вызывать негатив. Ну и, как всегда, у нас в сегодняшнем разговоре с нашим гостем примут участие журналисты, находящиеся и здесь, в Киеве, и в других странах. Но сначала давайте всё-таки пригласим Юрия Юрьевича в студию. Юрий Юрьевич! Добрый вечер. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста, к барьеру, как говорится. А, не низко? Да, нормально. Нормально? Давай троски. А я думаю, можно выше троски. А, вот так вот. Отлично. Слушайте, позвольте, я первый вопрос вам задам. Вот знаете, у меня тут, не буду называть с кем, но был, знаете, до хрипоты спор. Вот компания, которую вы имеете честь возглавлять сейчас, она про что? Она про то, чтобы обеспечивать украинских граждан газом по максимально выгодной низкой цене или про то, чтобы всё-таки пополнять бюджет налоговыми поступлениями? Я зараз очолю национальную кампанию, и национальная кампания – это про выполнение национальных задач. У нас есть национальная задача – энергетическая независимость, энергетическая безопасность страны, обеспечивание украинцев и газа. Это сложная задача, враховывая, что у нас есть чиновничный сусід, который бы очень хотел, чтобы украинцы были без газа, и чтобы, соответственно, украинцам не хватало взимку, особенно газа и тепла. Это наша главная задача. Это означает, что, с одного боку, мы действительно маем какомога больше добиваться газа, мы маем обеспечивать импорт газа в обсягах, которые необходимы для украинских жителей, и при этом мы маем працювать в финансовый сталий способ, то есть делать это так, чтобы были гроши на выдобуток, были гроши на импорт газа, были гроши на заплату податков, потому что из этих податков потом финансируются разные витрати держбюджету, в частности, и помощи украинцам. Ви, пан Юрій, вы говорите про власный выдобуток. На какой власный выдобуток мы можем рассчитывать на збільшение, на какие это приблизно, хотя бы на 10%, на 20%. Мы понимаем, что это для Украины в принципе велика проблема. Колись ушло, что мы будем добывать сланцевый газ на территории Украины, потом эта история закрылась, мне кажется, уже больше не повернемся до нее. Но тем не менее, какие у нас тут перспективы? Ну, мы, первое, намагаемося повернутися и до истории с сланцевым газом, або с нетрадиционным газом, например, для нашей ситуации, это газ из щельных порид. Також мы сейчас намагаемося, принаймні, начать проводить разведку на украинском шельфе, то есть в Чорном море, и сбільшить выдобуток за рахунок этого. Но при этом важно понимать, что современный газовый бизнес, газовый добывный бизнес, это не меньше про ресурсы газа, а больше про технологии. И нам тому нужно сделать так, чтобы в Украине были как специалисты, так и технологии, так и управленцы, которые умеют керовать цими специалистами и цими технологиями доступ до капиталу, потому что это все вимагает миллиардных инвестиций, миллиардов долларов инвестиций. И тогда мы сможем выдобывать больше. У нас, например, есть примеры, сейчас у нас есть такое партнерство, невеликое поки по обсягах с международной кампанией, и они буквально за несколько месяцев показывают приезд выдобуток на 15%, если я правильно помню. То есть у нас есть потенциал, как раз за рахунок правильных технологий и правильных людей, чтобы увеличить выдобуток даже на существующих родовищах. Но при этом, снова таки, я считаю, что мы развиваем и новые родовища на перспективу. Пане Юрьевне, у меня как раз вопрос по певничному потоку. Дивися, есть ряд экспертов, которые считают, что когда несколько лет назад была пропозиция про консорсум, нам нужно было на ней давать сгоду, и тогда, возможно, мы смогли сберегать свою трубу, ее потужность и так далее. А вот что будет сейчас? До какого года, по-перше, все-таки будет качаться газ? Потому что уже одна гилка добудована, да? И как мы потом можем разорвать эту ситуацию? Ну, если вы вспомните про пропозиции, про цей консорсум, так называемый трехсторонний Россия, соответственно, Украина и Европа, про которую бы шла мова, там, лунали, певные, не знаю, чутки або намеры озвучивалися. Я не помню. Ну, это Янукович, мовно кажучи, там, Докуй Кучмач, 20-ти, 13-ти, да? Двухтисячные, я бы сказал, трехи ранежки это было. Но мы должны понимать, про что мова шла. До 2014 года, пока мы кардинально не изменили ситуацию, мы платили за импортованный газ из России от Газпрома, на 5 миллиардов долларов каждого года. Больше, чем мы получили за транзит. То есть, когда мы говорим, что, например, больше объема транзита, и кто-то хотел, какие-то с консорциям. Но это было в обмине на то, что Украина, фактически, потрапляла в кабалу до Росії, потому что вона была обязана купить величезные объемы газа за ценой, которая была выше рынковой. Ось такие нам партнерские отношения не были нужны и сейчас не нужны, потому что это невыгодно для Украины. А когда мы начали вести разговор про реальный консорциум, то мы говорим, что, смотрите, мы будем, по-перше, минимально импортировать газ. В принципе, Украина не должна импортировать столько газа, сколько мы импортировали раньше. И будем это делать только с рынковой цены, импортировать. И давайте тогда разглядывать как раз трубу, просто как возможность для Украины зарабатывать. Не сделать вигляд, что мы зарабатываем, когда на самом деле мы просто гроши отправляем в Россию, а реально зарабатывать. Тогда уже никаких газпромов, никаких интересов с боку газпрома не было висловлено. Были европейские компании, мы, до некоторых, с ними працювали, мы были открыты, мы хотели с ними працювать, но они пришли и сказали, что, смотрите, много рисков, мы готовы вытрачать ваши деньги. Давайте мы будем партнерами, мы будем вас консультовать, будем возвращать деньги, которые вы зарабатываете на транзит, если вы будете их зарабатывать. А мы будем помогать вам их эффективно вытрачать. Это, возможно, тоже вариант. Ну, возможно, мы не больше эффективно вытрачаем деньги. Но много желающих вытрачать чужие деньги. Поэтому такие варианты тоже нужно взглядать окремо. Но, вернее, обратиться до темы «Певнічного потока-2», это всем понятно. Пан Кисельоба точно знает, что это для Кремля это не питание коммерции. Это велика геополитика найвищого готунка. Понимаете, Путин через «Певнічный поток-2» достигает своих геополитических целей. Причем не только по отношению до Украины, а по отношению до Европы и всего света. Но для Немеччины это сути коммертийный проект, я понимаю. Они так позиционируют. Насправді теж не совсем так. Но в этом и есть элемент геополитической игры Путина, который купит кого-то в обмен на возможность реализовать свои геополитические планы. Геополитические планы разделить Европу. Геополитические планы показать тим же украинцям и тим же россиянам, что, смотрите, Запад корумпованный, Запад слабкий. Если постепенно тиснуть на Запад, то Запад просто за какие-то миллиарды доларів продасть все свои идеали и все свои принципи, про которые он вам рассказывает. Поэтому вы, украинцы и россияни, не хотите хотеть интегруироваться на Запад, интегруироваться в Европу. Вы маете понимать, что этот русский мир – это самое лучшее, экзистенсийно, то есть завдання для выживання, можно сказать, Путину и путинского режима. Още для Путина пивничный патик 2. И у него еще на подвале сидит целая маленькая коллекция европейских политиков. Прямо как, помните, в старом советском сериале «Адъютант его превосходительства» в Украине, между прочим, дело происходит, и там у батьки Ангела, главаря какой-то маленькой местной банды в подвале сидит целый набор офицеров. Там есть полковник, есть штабс-капитан. А вот этот поднимает крышкой «О, у меня тут есть и канцлер, тут у меня теперь появился и бывший премьер-министр Франции, и тут еще кто-то». Кстати, к нам сейчас должен подключиться, я же сказал, что у нас будут и представители средств массовой информации, не только средств массовой информации, а из других стран, и наши, украинские. Вот я сейчас хотел бы соединиться с Москвой, и там с нами на связи замечательный совершенно человек, в прошлом наш коллега Михаил Крутихин. Михаил Иванович журналист, международник со стажем, он 20 лет проработал в телеграфном агентстве Советского Союза, был корреспондентом ТАСС в Каире, Тегеране, Дамаске, Бейруте, но вот последние почти 30 лет работает уже как эксперт с международной репутацией на нефтегазовом рынке, я думаю, вы знакомы с Михаилом Ивановичем. Михаил Иванович, вот, пожалуйста, Юрий Витренко, весь ваш. Добрый вечер. Мне очень приятно видеть господина Витренко. Я думаю, последний раз мы встречались на одной из конференций в Берлине, я помню, и мне было очень интересно выслушать то, что он мог сказать и о судьбе компании «Нафтогаз Украины», и вообще о судьбе газовой отрасли Украины в целом. У меня к нему есть один вопрос. Вот, вы знаете, я в течение нескольких лет ежегодно приезжал в Киев для участия в газовом форуме таком. И меня даже недавно пригласили в состав оргкомитета этого форума. Но что у меня запомнилось, каждый год обсуждался один вопрос о том, что Украина может сама себя обеспечить газом примерно где-то через 7 лет, ну, может быть, 10 лет, как некоторые эксперты говорили. Если использовать даже не новые месторождения, а старые, давно введенные в эксплуатацию месторождения, но с применением новой технологии интенсивно организовывать добычу так называемыми методами стимулирования подземных пластов, но там были иностранные фирмы, которые предлагали свое сотрудничество в этом. Мы говорили, что вот, все, сделайте нам минимум каких-то условий, в которых мы могли бы работать вместе с украинцами, но прошло уже, наверное, лет 5 с тех пор, как выдвигались такие идеи, но я не видел ни одного совместного предприятия, не видел и сейчас не вижу условий, в которых могли бы применяться вот эти новые технологии, иностранные капиталы, и перспектива-то есть, и в принципе это разумная перспектива, но не могли бы вы пояснить, зачем дело стало, вот что тут главное препятствие? Слушное такое питание, я с поваги до гостя российской молодой, поим, конечно, правильный очень вопрос, тоже ставил его своим коллегам в нефтегазе многие годы, и это было одним из главных предметов споров, опять-таки, моих с моими коллегами, некоторыми бывшими коллегами. Мало того, например, когда я координировал газодобычу, это подразделение нефтегаза, которое непосредственно занимается добычей газа, то при моей координации удавалось все-таки увеличить объемы добычи газа, там, например, на миллиард кубов в год за тот период, пока я координировал газодобычу. Вот я координировал Укрнафту, это компания, которая добывает в основном нефть, но добывает немножко и газ. Тоже за этот период удалось увеличить соответственно добычу нефти и газа. И вот мой опыт успешный, может быть, не такой, на самом деле, я не координировал 30 компаний, но мой опыт успешный показывает, что очень важно соответственно это иметь такие банальные вещи, иметь компетентных людей и иметь правильную организацию труда. Очень сложно на самом деле добиться результатов, когда у вас нету компетентных людей. Поэтому я думаю, должно начинаться в принципе все как бы с того, что у вас есть действительно компетентные, мотивированные, честные люди, правильно организованные. За этим проблема была, к сожалению, в нашей отрасли, особенно на высшем таком уровне руководителей. Второй вопрос, это все-таки такая закрытость, то есть многие менеджеры, когда они получают какую-то большую должность, они воспринимают это как какое-то удельное княжество, и они не хотят пускать иностранных партнеров, потому что, во-первых, это какая-то конкуренция, во-вторых, если особенно какая-то есть либо коррупция, либо какие-то местные интересы, то запуская иностранных партнеров, вы лишаетесь возможности отдавать тендерам своим друзьям, или, соответственно, как-то делать так, чтобы ваша неэффективность не была всем очевидна. Поэтому вот такая закрытость, она, к сожалению, тоже имеет место, и это такой сдерживающий фактор для развития отрасли, для привлечения инвестиций. Вот с этим нужно бороться, потому что действительно потенциал есть, и в ближайшее время его нужно реализовать, потому что потом будет поздно, то есть через 20, 30, 40 лет газ и нефть не нужны будут настолько, они не будут настолько ценным ресурсом, поэтому имеет смысл сейчас максимально увеличить добычу, и с этим я согласен как раз с нашим гостем, о том, что есть технологии интенсификации, стимулирования, соответственно, добычи из существующих скважин, за счет которого можно увеличить добычу прямо сейчас. Удовлетворены, Михаил Иванович? Да, конечно, я понимаю, но вот меня смущает только одно, что вот проходит год за годом и какого-то движения в сторону устранения этих препятствий я, к сожалению, не вижу. Ну вот есть один пример, который будем сейчас развивать, это как раз я сказал, даже могу сказать компанию, это эксперт Петролиум, у нас есть успешное партнерство с этой компанией, оно основано на том, что, во-первых, там профессионалы, могу сказать, что, например, руководитель компании закончил ту же бизнес-школу, которую закончил я, и это как бы тоже способствовало какому-то такому конструктивному диалогу в свое время, но они поверили в Украину, поверили в партнерство нефтегазом, они пришли, и вот сейчас показывают значительное увеличение добычи. Я буду все делать для того, чтобы в ближайшее время мы увидели гораздо больше подобных партнерств и гораздо более масштабные иностранные инвестиции, которые позволят нам увеличить добычу. Да, я хотел бы просто попрощаться с Михаилом Крутихиным. Михаил Иванович, спасибо вам большое за участие в нашем сегодняшнем разговоре. Повторяю, Михаил Крутихин был с нами на связи из Москвы. Вот все-таки уточняющий вопрос в завершении этой темы. Вот сейчас порядка 20 миллиардов кубометров газа ведь Украина добывает, да? В целом, да. Это имеется в виду и частные компании, и государственные компании. Кстати, частные компании увеличивают добычу. Это, к сожалению, нефтегаз в последние годы сокращал добычу. Ну хорошо, а в целом, сколько Украина могла бы при использовании современных технологий и привлечении инвесторов добывать? Ну вот моя личная оценка, что можно увеличить добычу по крайней мере до 25 миллиардов кубов в год, соответственно, общую добычу. При сокращении неэффективного потребления, а мы часто неэффективно потребляем газ, это позволит Украине выйти фактически на уровень энергонезависимости. То есть мы не будем импортировать газ, мы даже сможем его экспортировать в небольших объемах. Юрий, вот в продолжении темы вы говорите, что есть подразделения у вас, которые, ну, их руководители достаточно закрыты и так далее. Некоторые журналисты называют большую цифру убытка нефтегаза за прошлый год. Некоторые говорят о том, что вот этот аудит, который еще обещали в 2019 году, его невозможно провести как раз из этой закрытости. Как вы сами оцениваете эту ситуацию? Нужен ли сейчас аудит нефтегазу? И каковы действительно цифры убытков и какова причина? Ну, есть международный аудит нафтегазу, который показал полностью сбытки за минулий рік 19 млрд грн. Само за эти сбытки, само за этот негативный финансовый результат был звольненный председатель руководитель. То есть, работа правления Наглядовой Ради в предыдущем году была визнана незадовольной урядом, именно потому, что сбытки, именно потому, что есть падение видобитков, и, соответственно, уряд каже, что нужно эту ситуацию изменять. Какая главная причина этих сбытков, при том, что тарифы все-таки немаленькие? Тарифы немаленькие. Основная причина сбытков поляга в том, что весь ланцюг так званого створения ценностей, он нефинансово стал. Что имеется на увазе? Что, например, никто не платит, соответственно. Есть посередники облгазбута, которые не рассчитываются, возможно, они не отримуют грошей в повном обсязе, но они не рассчитываются с нафтогазом. Найбільшая проблема – это предприятие теплокоммуненерго. Они споживают очень большую культуру газов, они рассчитываются даже приблизительно в повном обсязе, при этом их тарифы не позволяют им покрывать все их потраты. Можно спросить, почему они не рассчитываются за газ? Потому что они очень энерго неэффективны, это очень застаривали технологии, много технологических втрат, в многих этих предприятиях есть. И, соответственно, когда, с одного боку, газ добывается, но, с другой боку, гроши, которые мы получаем из реализации этого газа, не позволяют покрыть все операционные витрати и капитальные вкладки, которые необходимы для того, чтобы развивать выработок, это и проблема. И эту проблему нужно решить. Это как раз задание национальной компании. Дивиться не так вузько на просто прибутки самого нафтогазу, а дивиться на всю страну, как сделать так, чтобы украинцы стабильно, надежно получили тепло, а другая хватило денег на выработок. Когда это не делается, то, соответственно, есть проблемы у всей страны, и споживатели неудовлены, политическая ситуация сложная, но и прибутки нафтогаза скорочаются, або и вообще нет, есть избытки. У нас теперь еще один журналист на удаленной связи, Мирослава Гангадзе, руководитель Украинской службы Голоса Америки. С нами на связи из Вашингтона. Мирослава, я вас приветствую. Ваш вопрос, пожалуйста, Юрия Витренко. Дякую, дякую. У меня насправді много вопросов, но я надеюсь, что я поставлю принаймні три, которые у меня есть. Дуже жаль, что нам не удалось поспілкуваться с Паном Витренком, когда он был тут в Вашингтоне минулого неделя, но эту нагоду я попробую использовать. Люди, которые вас знают, вас оточивают, кажут, профессионал в своей справе и кажут, что Нафтогаз это лишь одна маленькая сходинка в ваших амбициях, в вашей карьере. Кажут, что вы готовы и имеете амбицию учелить украинский уряд. Запитание, чи готовы вы учелить украинский уряд, возможно, даже с осени этого года, и какие кроки вы будете делать другие как уряд Шмагаля? Какие помилки вы видите, которые вы не хотели повторить или вы вы дали ? эффективных менеджеров приносить користь для всех украинцев. В этом есть сенс национальных кампаней. Что до работы в уряде, я там немного працював, не могу сказать, что там медом намазано, и хочется повернуться. Честно, это люди, которые идут на это, если они честные, если они действительно хотят працювать, это такая певная голгофа. Пока я не думаю, пока концентруюсь на Нафтогазе. Щодо політичных амбиций, публічної політики, тоже у меня наразі немає. Я бы так для себя планував, что можливо за 10 я в політику піду або повернусь, но пока мне вистачает других викликов. Мирослава, у меня есть много вопрос. Другое вопрос касается вашего призначения. У Вашингтона кажут и считают, что вашим призначением, шляхом, каким это призначение произошло, началась руйнация реформы корпоративного управления в Украине. Назика сделал пропис, который сказал, что вашего призначения это конфликта интересов у вас конфликта интересов и уряд обязан в 10-денний термін пояснити, чи сделать какие-то кроки. Как вы вообще видите шлях вашего призначения и считаете что это был правильный шлях и это не подрывает имидж Украины как так и дает певные подставы российскому говорить про failed state в Украине когда реформи не працюют я надеюсь очень интересное вопрос начнем с того что у компании были реальные проблемы реальные сбитки подтверждающие уже международным аудитом ранее попередний менеджмент сказал что аудит государственный про який вы загадывали он не так и нужно дочекаться результатов международного аудита уже международный аудит за великую кількість грошей проверяя приходит и говорит так сбитки 19 млрд грн уряд мае как раз арговать или нет третий рік поспіль зменшуется видобуток при цьому всем кажут что нужно его увеличивать уряд мае как раз арговать мае была конкретная ситуация когда уряд за законом про акционерное товариство как вищий орган нафтогаза как загальні сбори принимать решение оценки результатов работы компании понятно что в ситуации когда такие величезные проблемы в операционной деятельности уряд мав визнать работу правления и наряду ради незадовольною далее что делать уряд как уряду объяснить украинцам что работа компании визнана незадовольною но при этом ничего не происходит с керевницей не изменяется это как раз и противоречить принципам корпоративного рядувания которые и закладены в эту реформу и тут мы подходим до другой части кто же эту реформу робил эту реформу до речи в Украине начинал не заход эту реформу в Украине в 2014 году я не хочу хозуроваться но я конкретно потому что я до цього працював за кордоном я знаю как працюю корпорация я хотів чтобы в Украине Нафтогаз працював как эффективная международная корпорация разом с академиком специалистом как раз в корпоративном оборудовании Андрієм працював не в интересах своих политических патронов из Украины або Не все, а большинство наглядовых рад, «Нафтогаз», «Укрзалізниці» и так далее, они все-таки проявили себя как эффективной историей, или все-таки нет? У нас пока не было реальных, правильных наглядовых рад, которые бы действительно могли показать результат. Наверное, например, в «Нафтогазе» наглядовая рада, которая сейчас, это политический компромисс. Ее створение, призначение конкретных людей, которые сейчас в Глядовой Раде, не соответствует международным стандартам. Международные стандарты полагают в том, что есть независимые директоры, которые выбираются в соответствии с их компетенцией, и выбираются, например, какими-то независимым номинационным комитетом, профессиональным, фаховым номинационным комитетом. Призначение этих конкретных независимых директоров в нашей Глядовой Раде – это было результатом политического компромиссу с международными партнерами, с посольствами окремих стран. Поэтому это окремая ситуация. Я бы не узагальнювал и не сказал бы, что Глядовая Рада «Нафтогаза» – это как раз прикладом корпоративного врядувания международных стандартов, реформи. Но, повертаючи до питания пані Мирослави, щодо, например, НЗК, тут тоже дивная ситуация. Дивіться, я щиро вірив и хочу вірити, что антикорупційные реформи, которые поддерживаются заходом – это про сутность. Это про то, чтобы корупционеры не могли займаться корупцией. У данного випадка Национальная комиссия, ну агенция запобедания корупции, с одного боку, делает очень удивный припис премьер-министру, хотя вона мает за законом обратиться в суд, а не делать такой припис. Тобто там прямое порушение нормы закону. Але, по суті, сам пан Новиков, глава цієї агенції, каже в интервью, что жодного конфликту интересов в моей деятельности не было установлено. Пані Мирославов, прочитайте его интервью, да и он прямо каже, что жодных конфликтов интересов не было, соответственно, установлено. Тоді питание – а чи не є це дискредитація антикорупційных реформ? Мы думали, что антикорупційные реформы – это не про какой-то формализм, который не понимает нам, что нужно, а это как раз про сутность, чтобы бороться с реальностью корупции, которую у нас, на жаль, вистачает. Так вот, замість того, чтобы бороться с реальными корупционерами, они делают какие-то незрозуменные приписи и при этом говорят, что даже не было установлено конфликту интересов, не мая предметов соответствующего позову. То есть вы считаете, что Наглядова Рада неэффективно працювала, то есть можно в ручном режиме сняти и призначити в ручном режиме керевника корпорации. Другой, вы считаете, что действия, которые совершили антикорупційный орган, также не правильные. То есть, в принципе, обе-две реформы антикорупційные органы и корпоративного управления, они неэффективны, не працюють. Что вы собираетесь с этим делать? Какие ваши конкретные действия в наступные 5 дней после этого приписа? Все же таки, припис истнует, истнует юридический акт. Что вы собираетесь делать в ответ, пожалуйста? Ну, пока я щодо конкретного приписа, сам премьер-министр, премьер-министр звернувся до суду, и суд має это, паня, разглядать, и суд має вирішувати. Это даже не я обратился до суду, а сам пан премьер-министр. Тому з цієї точки зрения, мне даже особо не має, что делать. Суд долучил меня третьей стороной, но это окремое юридическое вопрос. Я просто сподіваюся, что справедливость будет установлена. При этом я собираюсь, я это делал раньше, и собираюсь реально бороться с коррупцией. Реально делать так, чтобы коррупции в нафтогазе и вокруг нафтогаза не было. Не заниматься формалистикой, а как раз реально делать так, чтобы коррупции не было. Что для реформы корпоративного наглядувания, я не говорю, что реформа неправильна. Я говорю, что есть конкретные проблемы, которые, как в любой реформе, нужно вирішувати. И, соответственно, как вирішувати, нужно дивиться на конкретную проблему. Но в entsprechend ситуация, то же уряд мает hö, что мaye быть конкурс на новую наглядовую раду, которая, соответственно, будет призначена в способе, который отвечает международным стандартам. И эта новая наглядовая рада, она обре, соответственно, керевника компании. Чтобы, как вы сказали, это был не вручный способ, чтобы не уряд, наверное, призначал, а а когда будет наглядовая рада, которая створена в способе, который отвечает международным стандартам, Эта новая Наградова deben�ать керевника. А сама Наградова уже призначается урядом, только ур� Campbell не может быть на это повноважение. Украинский народ повноважен уряд, не любит уряд, а второй, убирать Наградову. И вона, можно сказать, призначается и извольняется в родном режиме, но это и есть ответственность политического уряда, призначить и извольнfikать Наградову. Раду. Хто інший може призначати и звольняти Народного Раду, ніж власник? А власник у данному випадку – это украинский уряд, который за Конституцией имеет этот мандат от украинского народа. Мирослава Гангадзе, спасибо большое за ваши вопросы, за участие в нашей программе. Я напомню, руководитель украинской службы «Голос Америки» была с нами на прямой связи с Вашингтоном. Мы возвращаем студию. Вы давно не имели возможности задать то, что вас интересует. У меня вопрос, что я все сделаю для того, чтобы не было корупции. И в таких вопросах мы не понимаем, какой вид рязновид корупции был у Нафтогаза или был наиболее широкий. Поэтому, если вы нам откроете завесу, что с чем вы собираетесь бороться, с какими рязновидами корупции. На конкретных примерах своих властных, как я уже боролся с корупцией в Нафтогазе, как я ее выкоренював. Все знают, ну, много людей знают, что ранее между Россией и Украиной были посередники компании «Росукроэнерго», наприклад, которая належит известному российскому олигарху, не украинскому, а украинский, российский, не разберешь, спирташу, олигарху, который, соответственно, купил газ или в Центральной Азии, как он сказал, или через Россию, або напрямую у «Газпрома». И потом перепродавал этот газ в Украине. И на эти деньги купил газеты, пароходы, телеканали и так далее. Это все было непрозоро. Заводи по производству химических. Химических, да. Да, да. Ось, Міндобрива. Титан. Да, много чего. Он, ну, не в Украине, но такую значную часть Украины он купил на, соответственно, ци гроши. Так вот, когда, соответственно, я пришел до «Нафтогаза» в 2014 году, ну, по-перше, честно говоря, это не моё решение было не покупать газ в Россию, просто Россия взяла и перекрила газ, чтобы мы понимали. То есть у нас тоді не было иншого выбора, реально, фізично, ніж куповать газ в Европе, бо Россия газ перекрила для Украины. Это было влитку 2014 года. Так вот, нужно было купить газ из Европы. Мне тоже приходили и сказали, давай там посередника властного створим, кто-то там, какая-то очень хорошая людина, она может постачать газ, и так далее. Мы сказали, ні. Мы сделали так, что, соответственно, «Нафтогаз», по-перше, мав справу тільки з компаніями, які є прозорими, які є фаховими на цьому ринку. Я навіть можу пригадати, як пані Влащенко все хотіло допитатися, какие же там все ж таки, які же там компанії непрозорі, і ось якось довести, що це щось не так, час показав, що все було так. Далі, відповідно, купували ми не за якоюсь такою переговорною ціною, ось цілою про що домовилися. Всі ціни були у привязці до європейського ринку, відповідним. Тобто, я не міг сісти і домовитися там про 200 доларів, коли на біржі котировання було там 180 доларів. Ну, раніше це було можливо, спокійно. Раніше, правильно. Тобто, раніше ціни, які були у цього посередника, вони не мали жодного відношення до ранкових цін. Це якась така політична домовленість, яку ніхто не розумів, яка не зрозуміла, де була взагалі встановлена ця домовленість. І там були якісь мільярди. Тут ви кажете, дивіться, компанії, яких можна перевірити. Далі, ціна ринкова, це європейські біржі, все прозоро, ви можете побачити ринкову ціну. І далі, наприклад, була така реальна проблема, те, що навіть, якщо ціна ринкова, але ви можете за рахунок якихось контрактних умов зробити так, щоб контракт був більш вигідним або менш вигідним. Я наполіг на тому, і ніхто не вірив, що це можна зробити, зробити так, щоб стандартні європейські контракти, так званої Федерацією європейських трейдерів енергетичних, були у повній відповідності, ось 100%, як вони працюють в Європі, були впроваджені в Україні. Ми навіть приходили, відповідно, на мігават-години замість того, щоб купувати в тисячах кубів. Ми купували там на європейських ринках спеціально для того, щоб навіть не було можливості для корупції. Розумієте? Ось в чому поляга реальна боротьба з корупцією. Це не декларації. Це не давати можливість, умовно кажучи, красти. І навіть, на жаль, в інших, якщо би дивитися ще частинах «Нафтогазу», ще багато чого потрібно зробити. Це перехід якраз до контрагентів, які є прозорими і зрозумілими. Це стандартні контракти, які у всьому світі стандартизуються. Бо, до речі, такі хитрі ділки, вони є навіть і в приватних компаніях, які хочуть щось у когось купувати за якимись хабарябами, відкатами, за якимись нестандартними, непрозорими схемами. Тобто, весь світ, всі корпорації, в цьому є реформа в корпоративному врядування, вони йдуть через стандартизацію, через прозорість, через, відповідно, застосування спеціальних торгівельних майданчиків, які регулюються, відповідно, тією ж державою. Тобто, це організована торгівля. Ось такі кроки, а не декларації. І мінімізують корупцію. Тобто, ви принципово не хочете свій заводік, пароходік? Ні, на жаль. Пане Юрію, я не можу вам не задати такі системостворюючі для наших глядачів питання, як тарифи. Коли ви прийшли на «Нафтогаз», ви сказали, що навіть та ціна, яка була на той момент, вона, якщо я правильно цитую, пам'ятаю, правильно завищена. І зараз знову ціна піднялася. І народ хвилюється. А кажуть, що, вона же «Нафтогаз-монополіст», тоді невідомо, чому ця ціна піднімається і яка там система створення цієї ціни. От як ви можете пояснити, що знову ціна на газ піднялася? Дивіться, я вже згадав, що найбільш такий проблемний, найбільш масштабний шмат або частка ринку – це підприємство «Теплокомуненерго». Більшість з нас отримують газ у вигляді тепла, який йде нашої домівки взимку. Ми зараз знаходимося в Києві, більшість будинків з централізованим опаленням. Тобто підприємства «Теплокомуненерго» споживають газ, виробляють тепло, яке до нас йде, відповідно, і вони споживають не більше газу. Так ось, зараз спотова ціна або ціна, наприклад, місячна на ринку десь приблизно 13 гривень. Ми без жодного державного рулювання уклали контракти, запропонували всім підприємствам «Теплокомуненерго» по всій країні з ціною на наступний рік на рівні 7,4. Тобто 13 гривень. Так, вона дійсно зросла. І навіть за останні місяці вона значно зросла. Може пояснити чому. Тому що «Газпром» спеціально робить так, щоб в Європі зараз були вищі ціни. Але для підприємства «Теплокомуненерго» ми зафіксували ціну на весь рік на рівні 7,4. Майже на 50% менше, щоб ми розуміли. Тобто для людей, відповідно, ціна буде для потреб населення якраз. Тобто «Теплокомуненерго» виробляє теплову енергію для промисловості, для комерційних споживачів. Вони купують по спотовій ціні. А для потреб населення є ціна в цьому довгостроковому контракті на три роки. Відповідно, в перший рік ціна 7,4. Набагато нижча. Ті, хто отримують газ напряму, або для приготування їжі, або для підігріву води, або є індивідуальний бойлер, ціна, яку ми встановили у травні, на рівні 7,8. Вона залишається. Наприклад, ми мали і встановлювати місячні ціни, і місячні ціни, як я згадав, вони набагато вищі. Але в нас там фактично нуль клієнтів, які отримують цей газ за місячною ціною. Тому що, і це була теж ідея якраз, коли я був в уряді, щоб запровадити ці річні продукти, щоб люди не переживали кожен місяць, що ось, наприклад, на європейських біржах зросла ціна, і тому в них зросла ціна. Ціна якраз в річному контракті, вона зафіксована, зафіксована на рівні 7,8, і люди, відповідно, отримують цей газ поцінні 7,8 продовж року. Ви можете сказати, чому для людей 7,8, а для підприємств теплокомунерго 7,4. Тому що підприємства теплокомунерго, це оптові, споживши закону, вони купують в великих обсягах, і нормальна якраз робота ринку, а ми розвиваємо ринок, це коли оптові покупці отримують, наприклад, газ трохи дешевше, ніж у роздрібі. 8 на опті, відповідно, 7,4. Ось як має працювати нормальний ринок, який ми створюємо в Україні. У нас є і елементи довгострокових контрактів з фіксованою ціною, є елементи спотового ціноутворення, там, де ціни коливаються. Зараз вони підвищилися, теоретично вони можуть і знизитися. Ось це і потрібно робити, щоб з одного боку були ринкові реформи, бо ми хочемо жити, як в Європі. Але цей ринок має бути людям зрозумілий, цей ринок не має загрожувати життєздатності людей, щоб вони просто могли обігрівати свої домівки, щоб вони відчували певний захист і щоб вони відчували, що держава є сильною і вона з одного боку, створюючи ринки, вона все ж таки робить так, щоб люди жили краще, а не гірше. Дмитрий Юрьевич, я вас перебію здесь. Але вона відчувається питання, що так все красиво це описуєте, так? Робомо все красиво, не просто описуєте. Да, але вот як це все сочетається с пресловутими облгазами, вот этими самыми распределительными компаниями, які торгують газом в регіонах і які, ви лучше мене знаєте, принадлежат практично монопольно упомянутому Дмитрию Васильовичу Фіртушу. Вот почему-то тут проти него стали вводити разного рода санкції, связанные с титановым производством, с титановым бизнесом. Говорят, мол, вот частью этого бизнеса являются поставки титана как стратегического сырья чуть ли не на российские оборонные предприятия, а про вот эти самые пресловутые облгазы или облгазы, как их часто любят называть профессионалы отрасли, молчок. Ну, розкрою вам таємницю. За зачиненими дворима там і в уряді на нарадах администрации президента всі розуміють серйозність цієї проблеми. Вона просто полягає в тому, що з одного боку це критична інфраструктура, тобто це реальні труби низького тиску, по яких газ йде в домівки людей. І просто, наприклад, сказати зараз там от з наступного дня ми все просто перекриваємо, люди залишаться без газу. Тому потрібно дуже обережно все це робити, але це питання дійсно ставиться. І найближчим часом ми побачимо навіть конкретні дії. Введені не вели санкції. Вони в тому ж справі, що вони об'єктивно потрібні. Це так звані природні монополії. Тобто, і ми маємо розуміти, що немає сенсу у двох облгазах в одному, наприклад, місті. Розумієте? Тобто, труба, яка підходить додому, вона одна. І має обслуговувати цю трубу одна компанія. Так просто сталося, але сталося спеціально. Це спеціально зробив Фіртеш за гроші, які йому дали заробити наші російські в минулому колегі наразі більше вороги. Так ось, він спеціально отримав контроль над цією критичною інфраструктурою. Розумієте? І іноді, і це про це прямо питання ставить той же президент. Наприклад, цієї зими, коли були протести масові, люди ж насамперед протестували проти тарифів облгазів, які піднялися до такого захмарного рівня. Навіть не щодо ціни газу як товару, а щодо тарифів на розподіл, бо з'явилася окрема платіжка з цими високими тарифами. Розумієте? Далі... Це не нафтогаз ціну встановлювало. Ні, нафтогаз. Тобто ми постачаємо оптовий ресурс на оптовому ринку для потреби споживачів, відповідно. Але ми не можемо, наприклад, контролювати зараз 95% якраз газорозподільних компаній, які поставляють цей газ в домівки українців. Розумієте? Тобто наші можливості наразі вони є обмеженими. І ми маємо балансувати. Тобто для того, щоб з одного боку люди не залишилися без газу, бо це критично можливий товар, енергоносій для людей. Але з іншого боку, все ж таки ми розуміли, що ті ж олігархи не отримують надприбутки на українських людях. І, до речі, мене за це критикували. Там багато людей це маніпуляцією були. Але якраз, коли я виконував обов'язки міністра енергетики, я її поставив питання, що, дивіться, в нас начебто лібералізація ринку. І ці реформи навіть підтримували деякі наші західні партнери. І ідея, можливо, і правильна зробити ринкову економіку, зробити ринок газу. Але вона була реалізована у спотворений спосіб, який дозволив фірташу зловживати своїм домінуючим становищем і встановлювати на цінку маржу. Таку, що, якщо ми порівнюємо з цінами, наприклад, того ж «Нафтогазу» або «Конкурентів», в нього ціна була вища на 35-40%. Розумієте? Але люди не могли б перейти до конкурентів. Вони не знали це. Є певна інерція. Бабці у селі, вони не знали взагалі, що є якийсь ринок газу, є якісь інші постачальники. Розумієте? Вони з радянських часів розуміють, що є єдиний облгаз. Оце приходить їх сусідка, розумієте, яка там обходить будинки. Вона їм каже, що потрібно платити такі ціни, високі. Тобто це все одно вина держава. Так, і вони протестують. Хоча це вже давно приватний облгаз. Їхня сусідка працює давно вже на фільтрише. Можливо, сама не знає. Розумієте? І ося ця реформа призводила до того, що фільтриш отримав надприбутки. Ми це змінили. Спочатку через такі екстраординарні, не зовсім ринкові заходи. А зараз вже з'явився час. І ми у ринковий спосіб, через ці довгострокові контракти, робимо так, щоб цих зловживань не було. І щоб, з одного боку, розвивався ринок, з іншого боку, були люди захищені. Це складна справа. За один день ми не вирішимо всі проблеми, які накопичувалися 30 років незалежності. Але ми маємо це робити для того, щоб отримати правильний результат для людей. Ще один журналист у нас принимає участие в програмі в удаленном режимі. Олег Гавриш, економічний журналист, замглавного редактора издання «The Page». Олег, добрий вечір. Пожалуйста, ваш вопрос Юрию Витренко. Добрый вечір. Юрий Витренко, вам, собственно, вопрос следующий. Звісно, що Сава Гастерин Коварев бувувален в связи з тим, що, скажімо, були неудовлетворительні результаты, показан на «Нафтогазу» за прошлый год. Була значительный убиток многомиллиардный. Скажите, пожалуйста, по итогам этого года, в чём того, що значительную часть этого года, вероятно, главой «Нафтогаза» будете вы, какой вы ожидаете финансовый результат? То есть, ну, вот, смінили Коварева на вас. Что нам ждать? Ми очікуємо, що ми будемо прибуткові. Але я прямо скажу, що для нас прибуток не є головною метою. От чесно, ми національна кампанія. Для нас головна мета – зробити так, щоб люди отримували газ, щоб ми збільшували видобуток, і весь цей ланцюжок від видобутку до споживання до людей, він був ефективно організований. Розумієте? Щоб не втрачалося там ні газ, не тепло, ні кралося, або ми не обігрівали там повітря, мовно кажучи. Оце наша головна. Ми маємо бути прибутковими. Скільки виборів ви очідаєте? Який розмір? Дивіться, я кажу, для нас будь-який прибуток буде достатній. Тобто для нас прибуток не є метою. Як національна кампанія, ми не можемо бути збитковими. Це теж неправильно. Але навіть мінімальний прибуток для нас є нормальним. І зараз ми якраз переглядаємо наш фінансовий план, ми маємо подати його на уряд, і якраз ми переглядаємо його саме з цієї точки зору. Там, де ми можемо, наприклад, ми збільшуємо видобуток, наприклад, ми знаємо, що ціна 7,4, за якою ми віддаємо газ для потреб населення тим же тепловикам. Ми для себе бачимо, в які в нас операційні витрати, скільки нас залишається грошей у видобутку, і оці кошти якраз ми вкладаємо у видобуток для того, щоб видобуток збільшився. Тобто якраз у це поївна дня операційних витрат і капітальних витрат, капітальних видатків, і має становити оцю ціну 7,4. Тобто ми це робимо не з метою отримання якихось надприбутків або навіть якихось зайвих грошей, які ми потім можемо витратити у нецільовий спосіб. Наприклад, всі гроші, які ми отримуємо від продажу газу, ми витрачаємо на покриття операційних витрат і на капітальні вкладення. Тому, відповідаючи на ваше питання, зараз конкретну цифру назвати не можу, але ми переглядаємо фінансовий план таким чином, щоб в центр була поставлена людина з її потребами, відповідно, отримувати газ, якомога більше українського газу, і зменшити крадіжки і неефективність, а не отримати якісь надприбутки. Дякую, Олег. І скільки Україна конкретно витрачає в случаю його запуску. По-перше, ви нам вже винні 3 мільярди доларів, і ви маєте їх заплатити. І це взагалі не може бути якимось предметом переговорів. Ви маєте заплатити і все. А далі в нас є вимоги вже в новому арбітражі на 12,2 мільярди доларів, які ми можемо обміняти на цей новий контракт з гарантіями, відповідно, як сталося, 7,2 мільярди доларів. Тобто це не була якась там щедрість пана Путіна, або там, що ми щось в когось там випросили, розумієте? Це була сильна переговорницька позиція, яку ми готували до цього. Якби не було цих переговорів з Путіним, де, звичайно, головним переговорником з боку України був пан Зеленський, але по газових питаннях він якраз мене залучав. Так ось, тому я знаю, як це працює на практиці, як зробити так, щоб ми отримали гроші на навпаки. Я не бачу особливих ризиків, чесно, я не хочу спекулювати на цій темі, що якщо навіть буде побудований Північний Путік-2, ми маємо очікувати, що росіяни не будуть виконувати свої зобов'язання за поточним контрактом. У них буде зобов'язання до 2024 року. Так, до 2024 року за цим контрактом качаємо плати, вони будуть виконувати свої зобов'язання. По-перше, вони розуміють, чому вони не будуть це робити. Зараз поясню. По-перше, ми підемо знову ж таки в арбітраж, який ми минулого разу ходили, і отримуємо ще більше з них грошей. Крім того, вони остаточно підірвуть свою репутацію в Європі. Але з 2024 року питання відкрите. І тут дійсно ми маємо розуміти, що якщо буде Північний Путік-2 побудований, то Газпром зможе обійтися взагалі без українського транзиту, при цьому без жодної шкоди для поточних контрактів Газпрому з його європейськими контрагентами. І це для нас найбільший виклик. Тому нам потрібно зробити, і це була частина плану А, або того плану, який і мав реалізовуватися починаючи з 2019 року, що крім Газпрому користуватися послугами української ГТС для транзиту мають інші компанії. Компанії, які експортують газ з Центральної Азії в Європу. Компанії, які видобувають газ в Росії, інші. Не тільки Газпром видобуває газ в Росії, інші компанії. Новотек, Краснефть, великі міжнародні компанії видобувають газ. Нехай вони теж транзитують цей газ через Україну в Європу. Це додатковий попит для України. А якщо Володимир Владимирович Путін, извините, Олег, ви удовлетворені, тоді ми з вами прощаємося. Так, звісно, дякую. І от, ну, представьте себе, знаєте, качає чи платить? А Путін скаже, так не качаємо і не платимо. А цим компаніям говорять, Новотек, тобі доктора визвати? Пам'ятаєте, як він доктора визвав там якомусь олігарху? Тебі доктора визвати? І качай качати через українську ГТС. Слушне питання, але давайте тоді закінчують цю думку. Тобто, ми, план полягав в чому? Що мають бути і експортери з Центральної Азії, і інші компанії, їх багато, які експортують з Росії, і європейські компанії, які купують у того ж Газпрому на кордоні України-Росії, і потім вони замовляють потужністю українських ГТС для транзиту. І в нас буде не один користувач, покупець наших послуг, а 100. Якщо всім цим 100 умовним, або 50, або навіть 10 покупцям пан Путін скаже, так, все, не качати, тоді уряд Німеччини не зможе сказати, що це якийсь ринковий в нас проект «Північний потік-2», розумієте? Це просто такий ринковий вибір Газпрому, розумієте? Буде для всіх очевидно, що це політичне рішення, яке обмежує обсяги газу, які йдуть на європейський ринок. Це порушення європейського закону про заказ конкуренції, це антиконкурентні дії. І тоді європейський регулятор вже буде карати Газпром, який фактично буде частиною картельної змови для того, щоб менше газу постачалося в Європу. Розумієте? Тобто оці ці кроки, можливо, кожен окремий крок він не змінить ситуацію кардинальну, але сукупність цих кроків, розумієте, і дозволить нам зруйнувати цю монополію навіть не Газпрому, а монополію Путіна, який може зараз використовувати газ як геополітичну зброю. До речі, наприклад, давайте подивимося на російську нафту. Ось російська нафта, за рахунок того, що там фактично більше компаній, і вони продають цю нафту, наприклад, не тільки в кінцевій точці якийсь, а вони просто продають на глобальний ринок цю нафту. Це набагато менш політизована, умовно кажучи, історія, нафта російська, хоча вона приносить набагато більше, до речі, грошей Росії і російському бюджету. Але так працює ринок, що не може Путін використовувати нафту як якийсь дуже такий дієвий і сфокусований засіб геополітичного впливу, на відміну від газу. І нам потрібно це змінити. І, до речі, ми вже довели, коли ми виграли арбітраж, що українці можуть досягати поставлених національних задач. Тому і зараз оця національна задача зробити так, щоб не тільки Газпром був користувачем послуг українського ГТС транзиту. Саме це дозволить нам зберегти і доходи від транзиту, починаючи там 25-го року, і фізичні обсяги, які теж все ж таки зменшують вирогідність або ризик повномасштабної війни і робить Україну більш важливим партнером для Європи. А якщо цього не буде зроблено, зараз лунають спекуляції, давайте просто продовжимо поточний контракт. Навіть там начебто там Газпром навіть на це може погодитися, як частиною такої зділки по Північному потоку-2. Так ось, оборудки, скажімо так. Так ось, ризик в чому? Якщо, наприклад, Газпром побудує Північний потік-2 і йому не потрібен більше український транзит, а в нас є контракт з Качаєва плати, постає питання, а чи не піде Газпром в арбітраж, так само, як ми пішли в арбітраж по контракту на купівлю газу, і знесе або виграє в арбітражі, він в змозі буде довести, що це положення, в нашому випадку, було б Риба плати, а тоді буде Качаєва плати, є кабальним, і тому не має бути застосованим. Розумієте? Як людина, яка підписувала цей контракт, як людина, яка вигравала арбітраж, я завжди тримаю в голові оці складні поєднання, тобто не просто підписуючи контракт, і не розуміючи, що буде далі, а розуміючи, що станеться, якщо вони підуть в арбітраж, або вони не заплатять, або Путін щось скаже. Ми маємо наперед прораховувати, що ми будемо робити, як ми зможемо захищатися в арбітражі, або вигравати в арбітражі. Наші вороги якраз хочуть скористатися тим, що не завжди в Україні на українському боці були професіонали, вони хочуть знайти того, кого або легше розвести, або кого легше корумпувати, щоб потім виглядало так, що наче це все добре, українці розраховували, що вони захищені, а потім виявлялося, що це якийсь черговий, не знаю, Будапештський меморандум, або щось таке, що насправді ніякого реального захисту для України не несе. У нас є ще час для одного питання? Чи ні вже? Ну, давайте, це ваш последній питання. Питання таке, дивіться, ви ж знаєте, добре, ринок газу український. Чи є у нас таке явище, як несанкціонований видобуток газу? І якщо є, то як ви оцінюєте його, скажімо, там в відсотках? Скільки це? Видобуток газу несанкціонований є, але це дуже невеликий обсяг, якщо чесно. У нас, скоріше, проблема з обліком. Тобто, видобуток, можливо, санкціонований, але ці обсяги, вони правильно не обліковуються, або записуються не на ту компанію, яка видобула реальна, а на якусь іншу. І ці схеми, на жаль, вони були дуже розповсюджені раніше. Зараз їх набагато менше, але вони, на жаль, є. Мало того, ми бачимо, наприклад, як ви обсяги оцінюєте? Я б все ж таки сказав, що це відсотки, навіть не десятки відсотків. Але оскільки газовий бізнес, а завжди мільярди, в нашому бізнесі навіть якісь відсотки, це все одно величезні кошти, розумієте? І встановлюють для країни величезну брону. Ну що ж, Юрій Юрійович, дуже дякую. 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 Ви свободны? Дякую, що прийшли і відповідали. Дякую. Мікрофон знімуть, так? Так. А ми обміняємося впечатленнями. Пожалуйста. Ну, в принципі, моя думка не змінилася. Я вважаю, що Вітеренко – один із найпрофесіональніших людей на цьому ринку. Я б, скажімо, якщо був би час, я б з ним ще поговорила про, в принципі, про цю корпоративну реформу. Я вважаю, що він тут є заложником цієї теми. Він не може сказати, що він насправді про це думає. Але все-таки, а що стосується його планів на майбутнє, коли він починає говорити про міжнародні контракти, про те, як вони робляться і як можна вигравати у Росії, то абсолютно очевидно, що він знає, про що він говорить і він вміє це робити. Як ви знаєте, і моє враження, от є люди бізнесу, є люди політики, стовідсотково людина бізнесу, і в нашій країні, на жаль, це небезпечно. У нас потрібно бути трошки людиною політики, щоб розуміти, де, в який момент потрібно, і з ким виходяться. то есть і прийдувати. Друзі, колеги, я не перший раз разговариваю з Юрием Вітренкою, дозволюватися, Я вижу человека, который, знаете, вот мне много раз приходилось таких людей встречать в своей жизни. Вот человек, который технократ, который менеджер, который, знаете, как говорится, тащится от того, что он умеет делать вот эту свою менеджерскую работу и получает от этого искреннее удовольствие, что вот у меня получается, и это прибавляет его уверенность. Знаете, вот если бы мне представить, одно слово, под которым бы я подписался, для того чтобы одним словом свое ощущение. Человек, излучающий уверенность в себе и в своих силах. Вот так мне кажется. Ну, конечно, особенно когда он говорит о проблемах с Россией, особенно когда он говорит, что мы в случае чего, значит, и в арбитраже выиграем, и сделаем так, что не получится у русских. То есть визия будущего у него есть, как бы совершенно определенная, а ее нет у очень многих наших государственных менеджеров. Это правда. Это правда. Ну, а следующая тема у нас касается событий, которые тоже связаны с Россией, и которые произошли прямо, можно сказать, в территориальных водах Украины. Но не только. Пока.